Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе готовим вкуснейший бисквитный рулет. Его состав говорит сам за себя. Шоколад, вишня и сливочный крем. Это то сочетание вкусов, которые никого и никогда не оставят равнодушным. Такой бисквитный рулет будет достойной заменой торту на праздничном столе. Рецепт, как всегда, найдете в конце видео и в описании к видео. В первую очередь испечем бисквит. Противень застилаю пергаментной бумагой и делаю бортики, чтобы будущий бисквит получился размером примерно 28 на 38 см. Смазываю кусочком сливочного масла. В миску разбиваю яйца. Взбиваю до появления пышной пены. Теперь всыпаю сахар и ванильный сахар. Увеличиваю скорость миксера и взбиваю 10-12 минут до светлой пышной массы. Когда она истекает с венчиков, то задерживается на поверхности и не растекается сразу. Это говорит о том, что яйца взбиты достаточно хорошо. Муку смешиваю с какао-порошком и просеиваю взбитым яйцем. Перемешиваю лопаткой, словно складывая тесто. В конце вливаю столовую ложку воды комнатной температуры и еще раз перемешиваю. Перекладываю тесто на противень и разравниваю. При 180 градусах выпекаю бисквит примерно 12 минут. Пока бисквит печется, беру отрез бумаги и присыпаю его сахарной пудрой. Замачиваю в воде чистое кухонное полотенце. Бисквит достаю из духовки и сразу же переворачиваю на пергамент. Сверху накрываю отжатым полотенцем. Оставляю остыть на 20 минут. Для крема в миске соединяю сливки, сыр маскарпоне и сахарную пудру. Разминаю ложку, чтобы сыр стал мягким, а смесь более однородной. И взбиваю миксером, пока крем не загустеет и будет держать форму. Получается сливочный, очень вкусный и нежный крем. На 10 минут можно убрать его в холодильник. Тем временем с бисквита снимаю пергаментную бумагу и аккуратно подрезаю края. Для начинки у меня вишня в собственном соку. Сок из вишни слила заранее, по вкусу разбавила его водой, и пропитываю бисквит. Сверху выкладываю крем и разравниваю его. Немного крема оставляю, чтобы смазать в конце края рулета. С короткого края выкладываю вишни. У меня целый, без косточек, если хотите, можно порезать. А теперь с помощью нижнего пергамента сворачиваю в рулет. Рулет заматываю в этот же пергамент, переношу на доску и убираю в холодильник на час, чтобы крем застыл. Для глазури сливки довожу до кипения и вливаю в мелкорубленный шоколад. Размешиваю до однородности. Если весь шоколад не разошелся, можно прогреть на минимальной температуре или в микроволновке. Если глазурь получилась слишком густая, можно добавить еще немного сливок. Покрываю рулет глазурью. Убираем его в холод на несколько часов или на ночь. Перед подачей украшаю свежими фруктами и розмарином. Глазурь мягкая, не крошится. Когда будете разрезать рулет, советую нож прогреть в горячей воде. Тогда срез будет ровный и красивый. Рулей получился весом примерно 1 кг. Обалденный рулет. Такое шоколадно-сливочное блаженство и вишенка в качестве бонуса. Легко, просто, очень быстро и празднично. Если будете готовить только для взрослых, вишню можно заранее замочить в крепком алкоголе. Коньяк, может какая-то вишневая настойка или ликер. Тогда будет еще такая некая изюминка. Друзья, надеюсь, вдохновила. Обязательно попробуйте. А я буду с нетерпением ждать ваши отзывы. Удачной выпечки. Не забывайте подписываться на мой канал. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok